МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И все начиналось, как невинный флирт. А теперь, пусть без тебя мой мир и волшебный. Гена, что ты поправила? Мелодия простая. Моя телевидение с христианскими ценностями. Поехали. Как все просто, понимаешь? Просто, вот хит, Серега. Вся страна поет. Ты знаешь, что я сегодня провел эксперимент? Я нашел два человека в Украине, которые не знают эту песню. Это ты и твой старший брат, проси, Господи, мой национальный епископ. Да потому что мы настоящие, настоящие христиане, нас мало осталось. Вот два человека, которые не знают эту песню. Вся страна поет. Я спрашиваю своих подростков, детей. Я говорю, вы когда-нибудь слышали эту песню? Они, папа, ну что ты, ну когда-нибудь все знают эту песню? Вся страна, это твое червоное. Я спрашиваю, кого угодно. Я в твоем доме сегодня спрашиваю. А твоя супруга? Три. Ты, национальный епископ и твоя супруга. Три чага, они слышали эту песню. А, Нечка, у меня святой человек. Не, ну понимаешь? Не причастна злу. Нет, давай, смотри. Смотри. Ген, ну что это за слова-то? Нет, подожди. Дай я задам тему. Поздоровайся с телезрителем, я объясню, что здесь происходит. Дорогие друзья, добрый день. Я смертельно уставший, потому что Махненко снова меня закрутил с этой темы. Вот он хит нашел. О себе. Хит о Гене Махненко. Он так хотел, чтобы Лена пела. О, Боже, какой мужчина. Нет, так Лена поет. Говорит, христианская песня, там же слова за Бога. Лена поет, имея меня в виду, однозначно поет. Я, я понимаю, что тебе сложно в это поверить, я смотрел ОРТ. Да. И попал на программу, более того, я смотрел программу Малахова на ОРТ. И попал на программу, где говорили об этом, вот об этой песне. Ее поет вся страна. И вот о чем я подумал. Серега, это ж надо такую песню написать, что вот прямо в точку. Вот, о, Боже, какой мужчина, хочу сына и дочку, и точка. Понимаешь? Смотри, страна алкоголиков, наркоманов, измельчавших мужичков, колоссальное количество женщин, которые, мечты которых либо никогда не осуществятся, либо уже разрушены. Она-то думала, что он, о, Боже, какой мужчина. А оказалось, что сидит у дивана, пивосик попивает и все, что осталось от мужика. И вот они сочинили песенку, которую запела вся страна. Я к чему? Природа хита. Понимаешь? Неинтересное явление. Хит. Нет, позволь мне осмелиться сказать. О хитах я знаю чуть больше, чем ты. Я сам писал хиты. Дай я договорю. Стоп. Хит, это, вот послушай, определение хита. Может, это в словарях ты не научишься. Я тебе говорю, хит, это когда состояние человека совпадает со словами, ну и с музыкой. Вот это хит. Когда поет душа. Вот. Понимаешь, вот что такое хит? Так вот смотри. Я к чему все это... Так как мне написать для грешной души хит? Мне надо написать то, чтобы им нравилось. Да ты мне... Прямо сразу для грешной? Да. Чем тебе песня плохая? Она молится. Старый крест, старый крест. Это песня молитва. Конечно. О, Боже. Она молится о нормальном мужике в ее жизни. Понимаешь? О, Боже. Наконец-то мужик нормальный появился в кои-то веке раз. Ей больше ничего. Мужик нужен и все. Ну, ну. Понимаешь? Старый крест ей не нужен. Понимаешь? Ее состояние. И мужик нужен и все. Они должны были... О, Боже. Какой мужчина. И обязательно про старый крест что-нибудь. Тогда бы тебе этого... Ген. Дай я объясню. Ты же не дал мне объяснить. Ты говоришь о хите. Ты мне не дал... Хит, это состояние... Пожалуйста. Ты меня вообще не понял. Мы не туда пошли. Еще раз. Смотри, о чем я. Простая песня. Простые слова. В точку цепляют сердца женщин. И вся страна поет. У нас. Евангелие. Благая весть. Мы так замудрили. Весть простую о Божьей любви. Что нашу песню... Хорошо. Мало кто понимает. Понимаешь? Простой эксперимент. Ты можешь вот на эту мелодию сейчас дать слова, которые запоет крестьянское... То есть благую весть слова, чтобы счастье Россия запела. А ну-ка, поднапрягись. Дай сейчас рецепт. Что должна запеть вся Россия? Ну, исполнение твоей жены могло бы прослушать. О, Боже! Спасибо за Сережа. Ну, что-нибудь в этом роде. Но я не об этом, Серега. Смотри. В чем здесь Ивановская весть? Ты меня не понял. Я о чем? Евангелие... Вот и я думаю, о чем? Нужно говорить людям просто. Понимаешь? Ты считаешь, чтобы... Нет, как бы, христианских хитов, что вот замудрили просто. Мы замудрили Евангелие. Мы так вот... Останови среднестатистического христианина. И скажи, расскажи мне о Боге. Стоп. Ты такого услышишь? Не, обожди. Ну, такие тебе схемы. А, обожди. Тебе начнут совершать богословские трихотомические кульбиты в теологической стратосфере. Ты ничего не поймешь. Вот, Верих, ты много говоришь, и уже это плохо. Смотри. Вот послушай. Давай упростим Евангелие. Проще. Давай скажем людям... Оно есть, простое, по сути. Да. Давай скажем людям о кресте. Давай? Давай. Вот слушай внимательно. Старый крест, старый крест, не броский, но лишь в нем. Сила есть, сила есть, сегодня может он. Хорошо. Что здесь закрученного? Очень просто. Ты напрашиваешься на комплимент, получи. Коснулся Господь. Получи. Они поют эту песню? Согласен. А теперь я тебе пою современный псалом. Кровь и огонь. Кровь. Мы молимся за кровь и огонь. Как у львов наши лица. Мы рвемся вперед. Человек за год думает, психи собрались здесь. Какой кровь, какой огонь. Какие львиные лица. Ты понимаешь? Я к тебе, Сережа. Я попал на эту песню и вот о чем я подумал. Ген, слушай мои песни. Суть Евангелия простая. И Евангелие, потребность Евангелия колоссальная. У каждого, каждый человек нуждается в Евангелии. Но мы его замудрили. Перемудрили. Вот дедушка мой говорил. Перемудрили. Ты думаешь, вот если бы написать вот такие хиты, то вся Россия бы, вся Украина, то есть весь мир бы пел бы. Я хочу тебе сказать, хит это тогда, когда поет душа. Соответственно состоянию души. Я тебе скажу, Евангелие это не популярно по причине того, что люди грешные, люди испорчены, люди не хотят Бога, люди сластолюбивы, более чем Бога любивы. Пей, пой о пирожках. Посреди Иерусалима. Проповедуют. Тысячи людей каются. Да Евангелие самая популярная песня. А потом взяли в руки палки. Палки взяли. Отлупасили его. И выволокли за город. Слушай, хиты Павла. Вот это хиты Павла. Выволокли за город. А ты мне рассказываешь, хита не хватает России, чтобы она на колени стала. Вот музыканты не написали хит. Главный хит это Евангелие. Две тысячи лет звучит. Песнь Божьей любви. Ну смотри. Главный хит. О Боже, какой спаситель. В хорошем смысле этого сына. О Боже, какой спаситель. Все. Давай выпускаем с тобой песни. И вся Россия запела. Мартин Лютер это делал. И нас с тобой Малаком позвал на программу. Брал Евангелие. Одевал простые кабацкие песни. А понимаешь, Евангелие простое. Мой тезис. Иногда мне кажется, что простую, понятную, евангельскую вещь мы так замудрили, что ее смысл сложно уловить простому человеку. Понимаешь? Вот я убежден, что главный хит в истории это Евангелие. Но, когда я слышу, как люди... У меня в городе мессианская община умудрилась, знаешь, что сделать? Они одели кипы, стали посреди сквер, центральный сквер, сидит молодежь битком на лавочках, с пивасиком сидят. И они, знаешь, что они начали делать? Они стали читать. Стали читать молитвы на еврите. Это они так евангелизировали молодежь. Они по-русски ничего не понимают. Понимаешь? А им стали на еврите, ну, так замудрить. Я говорю, ребята, ну, что вы делаете? Ну, Геннадж. Ну, хорошо, по-русски. Браток у меня был стал, на евангелизации стал. И давай цитировать главы из Ветхого Завета наизусть. Люди стоят, смотрят друг на друга на него, думают, о чем? О чем это? Про что? Понимаешь? Ну, может быть, смотри. Да, скажем, где-то есть такая проблема, когда евангелие подается не, ну, не в простой, не, скажем, не на языке, не на, вот скажем, самоточном, не на языке слушателя, зрителя, понимаешь? Есть эта проблема, ну, когда человек не понимает, когда человек не понимает, когда для него это все слишком, как бы, слишком, не из его жизни. Вот Христос говорил примером из их жизни. Вот взяла женщина, три меры муки. Всем женщинам понятно, они прям, как она берет эти три меры муки. Смотри. А на евангелизации в центре Инакиева, браток проповедует, ибо вся тварь стинает и мучается совокупно, понимаешь? Я понимаю. Ну, я о чем? Но, смотри, нельзя упростить так Евангелие до уровня, о боже, какой мужчина. Ты не можешь так упростить Евангелие, потому что Евангелие, оно проникает до разделения души и духа. Ой-ой-ой-ой-ой, повтори эту фразу. Вот, понимаешь, вот я человек, я просто вот покаешься, я не покаешься, я обычный, я пассажир в поезде, мы едем с тобой по пучке. И ты, понимаешь, проникает до разделения души и духа. Хорошо, я тебе объясню. Куда что проникает? Давай я тебе объясню. Куда там оно разделяет? Я тебе рассказываю. Понимаешь, ты уже повел меня в трихотомические какие-то беседы. Вот ты пассажир. Зачем? Вот ты пассажир. Зачем, Сережа? Я тебе рассказываю. Попроще, скажи. Вот послушай. А вот евангелизируй меня сейчас. Просто. Без Евангелия проникает до разделения души и духа совокупно тварь стенает и мучается. Ты такой пассажир, что ты не слушаешь. Ты сам евангелист, понимаешь? Ты послушай меня. Вот ты едешь в поезде, я тебе рассказываю. Я говорю, Геннадий, рад с тобой, что я познакомился. Понимаешь, вот Библия, это не просто книжка. Это не просто вот, ты ее читаешь как информацию. Книжка, это настоящее Божье слово. Тебя перевели, проводница чай занесла. Оно заходит прямо в твое сердце. Проводница чай принесла, за паузу. Пауза, пауза. Ну нормально я тебе говорю? Ну пока нормально, но скучно. Нормально. Я тебя спою песню. Слушай. Веселей, друг. Увлеки меня, поймай меня. Раз в верхней полке, гитару достал и пою леди. Старый крест, старый. Все, понимаешь? Вот это теплей. Вот это теплей. Послушай. Так зачем ты мне про разделение души и духа начал кемяшивать? А я тебе скажу. Ты мне задал вопрос, ты говоришь, а я что-то в Библию ничего не понимаю. Если бы я тебя сейчас этим хитом не просвещал, ты бы свою анализацию начал с разделения души и духа, и тварь стена это мучается. Понимаешь? А на фразе совокупно я бы убежал в другой вагон. Послушай. Приходит Никодим к Иисусу. И Иисус напевает хит. Ты знаешь, Никодим должно родиться свыше. Никто, кто не родится свыше, не наследует Царство Божие. Никодим в шоке. О чем ты поешь, Иисус? Неужели взрослый человек снова вернется в утробу матери? О нет, Никодим, ты не понимаешь. Ну ты предлагаешь? И что? Иисус пострался под Никодима. Он говорил то, что люди на голову не могли одеть. Почему? Говорит, много могу сказать. Вы не можете принять. Вот это ваше, Иван. Что на голову не одеть, значит это истина. Понимаешь? А ты хочешь попсу, Иван Сергей. Степень истинности у вас, у консерваторов, равно непонятно. Чем ты сказал замудренней? Ты знаешь, духовный человек по вашему, по вашему идее, человек должен расширить глазки и вникать в великие тайны, которые вам проще можешь выражаться. Ген, да пойми, война идет на глубинном уровне, духовном, между добром и злом. Опять он к разделению души и духа ведет. Ну как ты хочешь невозрожденным людям сказать так Евангелие, чтобы они запели с тобой хит? О чем ты говоришь? О чем будет петь эта грешная женщина, если в голове... Говори о грехах, говори о грехе, о вечной жизни только, понимаешь? Говори о простых вещах, понимаешь? Какой ты ей хит напишешь, какой ты ей хит напишешь, чтобы она его запела. Ей, она еще видит... Вот Писание говорит, когда вы были во грехах, водимые вашими страстями, похотями, вы думали о том, что... Ну, мерзко даже и думать, вот даже, понимаешь? Это люди в состоянии без Бога. Поэтому они поют эти хиты, понимаешь, Гена? Должно родиться свыше. И потом духовный понимает. Понимает, вот Бог говорит через слово, другой сидит, но ничего не понимает. А другой понимает. Ты хочешь убрать действие Духа Святого. Ты хочешь сказать, что просто дело в хитах. Дело в Боге, который говорит сердцу. Это не каждый слышит, понимаешь? Дело в Боге, который говорит сердцу. Вверху страсти мордасти. Покойники, избитые лица, гробы. Реально, реально. Это христианские издания. Давай прочитаем. Христианские издания. Братца святого апостола Павла. Что ты хотел сказать? Это наша история. Это потрясающая наша история. Это наши радости, наши победы и поражения. Вот христианская книга. Гробы, гордыня и дети на танках. Ты хочешь, чтобы я своего ребенка давал это читать? Геннадий Махненко. Не педагогическая поэма. Есть вот уровень реальной жизни. Понимаешь, это как с политиками получается, так и с христианами зачастую. Вот есть уровень, где жизнь. Простая жизнь. Вот тут женщина несчастная, мужичка она хочет нормального. Понимаешь, это нормальная жизнь. Вот тут какие-то проблемы. А есть же уровень политики. Сейчас Иисус вас любит, всем по мужичку выдадим. Или что? Какую-то и благую весть поешь. Подожди. А вот уровень политиков, которые говорят о каких-то умозрительных концепциях. И эти два мира не пересекаются. Вот два мира, два образа жизни, говорили в те времена былые. Там капитализм. Вот у вас, конечно, так же, как у коммунистов с пролетариями. Потому что вот это уровень духовного разговора. А это уровень жизни людей. А пересечения. Крест поставьте по себе. Говори с людьми. Хорошо. Орехи. Услышь меня. О вечной жизни. Ты можешь сейчас сказать благую весть женщине, которая поет вот этот хит. Ей нужен мужчина. Скажи ей сейчас, что бы ты ей сказал? Какая для нее... Замени этот хит. О чем она бы запела вместе с тобой? Без Христа нема мужика. Нема межука. Тряпка, медуза. Понимаешь? Бесхребетное существо. Отвечаю. Расплывшие. Отвечаю. Расплывшиеся. Медузообразные. Христос тебе нужен. Тебе и твоему мужичку. Иначе хана ему. Он расплывается. А-а-а. Бегом в церковь ко Христу. И побежала. Чтоб спасать своего мужичка. И побежала в церковь. А там одни косынки. А мужиков-то нет. А тебе что есть там? Почитай в Фейсбуке. Не замуж, не женщины пишут. Так он говорит, не мужик. Он брат. Понимаешь? Он только молится. Не заработать ни квартиры. Не заработать ничего не может. Куда ты ее послал? Куда? Церковь? Так вот я и говорю, что слишком оторвались от реалий. Понимаешь? Слишком. Так что, ты хочешь им по мужичку выдать? Дедушка мой. Замечательно. У меня дедушка. Вот такие фразы. Он говорил. Забубенный. Вот понимаешь? Я не совсем. Ну такое что-то накручено. Ну такое завернутое. Вот смотри. По небесному образованное, по земному неприминливо. Еду по Америке. Еду по Америке. Как с твоей этой уси и экклесии. Понимаешь? Знаменитые твои лекции. Стоит церковь. И этот радушный флажок гомосексуалистов. И я не помню точно, приблизительно в Нью-Йорке название, что Евангелие и такое бывает. Или что-то вот, или Бог и такое вот. Или таких, ну что-то вот такое. Понимаешь? Вот смотри. Эти люди захотели подстроить под свою грешную жизнь Евангелие. Они сделали хит для себя Евангелие. Бог таких нас любит. Бог вещает. Они отставили истину. Ты хочешь как бы к людям прийти, чтобы не поменять их, дать им хит в их рот, в их сердце. Дать им хит, чтобы они запели. Так вот сначала они должны измениться. Писание не хит говорит. Стоп. Стоп. Я договорю. Стоп. Я договорю. Сначала они должны измениться. А? И потом будет хит. И потом мы... Да. Писание говорит, кто хочет идти за... Вот это как раз ваша засада. Хит Евангелие. Кто хочет идти за мною, отвергни себя, возьми свой крест, исследуй за мной, умри для своих желаний, умри для своих амбиций, исследуй за мной и будешь наследовать жизнь вечную. Вот тебе хит. А он непопулярный. Ты кое-что забыл. А ей сейчас нужен мужик. И не надо небеса потом. Ты забыл о том, что эту смерть нам обеспечил Христос, что он расплатился за наши грехи. Вот это как раз и есть. И он умер за нас. Вот он, главный хит веровой истории. Крест. Посредине истории. Когда будет Сын Чайский вознесен от земли, всех привлеку к себе. Запоют мою песнь. Возненавидят ее. Всех? Возненавидят ее. Точно всех? Точно всех. Написано так. Возненавидят ее. А кого примет? Всех привлеку. Кого-то привлечет с благодарностью, кого-то ненавистью привлечет. Но внимание, он их привлек. Вот это ты и привлек. Он их привлек. Они говорят, нам ваша Библия мешает жить. Они носят лозунги, уберите Библию из моих штанов. Он их привлек. Им жить не дают. Женя Якушев, мой друг, епископ, стоял недавно в центре Лондона, подняв плакат. Просто за библейские основы морали. Они обступили его, орали ему в лицо. Он улыбался им, его полиция оттуда вырывала. Понимаешь? Он их уже привлек. Но простота Евангелия. Бог любит человека. Бог прощает грех. Обращайся к нему. Иди за ним. Простые вещи. Мы говорим о хите. И ты хочешь сказать, что Евангелие должно быть хитом. Я говорю, что Евангелие есть хит. Главный хит в мировой истории. Главная нужда человека отвечена в Евангелии. Для тех, кого позвал Отец, Евангелие стало хитом. Понимаешь? Для тех, кого не позвал, Евангелие стало ненавидимым хитом. Как для тебя вот это. Раздражает им. Жить мешает им. Эта песня Божьей любви. Понимаешь? Ибо кого предопределил, тех и призвал, кого призвал. Я не знал, что у тебя такие сильные кальвинистские убеждения. Но давай попробуем еще раз. Успокойтесь. Подожди, Мэй. Разгорячились. Тебя, как музыканта, я сделал ошибку. Мне нельзя было с музыкантом говорить о хитах. Ты слишком... Это болезненно. Это рано для тебя. Я просто понимаю, что это не для всех. Итак, о чем я говорю? Еще раз. Что ты хочешь говорить? Я тебе сказал, что я хочу сказать. Твой тезис каков? Что ты мне хочешь сказать? Я рассказываю мой тезис. Современные люди, жующие хот-доги, напевающие всякую бессмыслицу, категорически не подходят к кивальницкой глубокой песне. Ну, аллегорически, да? Махненко в очередной раз готов менять стандарты. Говорит, дайте людям хит. И еще всего, чего они хотят. И они тогда запоют и уверуют. Он нашел весьма христианскую песню. О, Боже, какой мужчина. Вот понимаешь, вот мой хит. Ты готов ко всем гречникам пойти с хитом? Все. Кому надо? Тебе мужика, тебе водки, тебе еще что-нибудь. Я теперь пою только песни, где слово «крест», «воскрес» и «любовь в морковь». Понимаешь? Тогда это духовно. Я могу это петь. Меня заинтересовало явление хита. Мне интересно, как в точку спетая, простая, незатейливая песня отзывается в сердцах. Так вот на что я настаиваю. Я не спорю за хит. Что Евангелие Иисуса Христа – главный хит в мировой истории, который говорит о простых и понятных всем вещах. Говорит просто и понятно. И я о чем грущу, что церковь умудряется зачастую так замудрить Евангелие, что вообще люди не понимают, про что вы. Ген, в начале, когда вот Бог призвал только меня к полному служению, это было, ну, скажем, 90-е годы, вот так, да, начало. В 89-е годы, 90-е годы. Потом в 91-м году я основал группу «Шалом». Мы ездили по всему бывшему Советскому Союзу. На Дальнем Востоке были, в Калининграде были, в Азии были. У нас не было музыканта, который мог играть двумя руками. Один мог включать, другой мог играть. Вот они вдвоем стояли за этим кассею небольшим, да. И вот мы когда пели, мы когда пели, залы каялись. Это были хиты. И знаешь, почему они были, Ген? Люди были, и людям казались, это такие хиты. Люди были в восторге, люди спрашивали, кто мы, откуда мы, какой у нас музыкальный образователь. Они были потрясены. И знаешь, в чем была суть? Суть была вот в этом состоянии. Мы были в состоянии вот этого хита. Мы пели то, во что верили. «Россия, Россия, склонись перед Богом, склонись перед Богом своим». И остаются на колене, и слезы лились. И вся Россия, кто там слушал меня, они каялись, понимаешь? Состояние сердца. А сегодня зарабатывают деньги, объединенные. А сегодня на его реализации тебе споют. Дай что-нибудь. «Напои меня сладким вином, влеки меня к себе». Близко народу. И вот человек стоит и думает, кому напои каким-то вином, куда-то его влеки. Понимаешь? А это состояние… «Россия, Россия, склонись перед Богом». Не высасывай спасти. Так я о чем и говорю, попроще. «За минуту вообще понятно народу». Сережа, будьте попроще, люди к вам потянутся. Понимаешь? Вот Евангелие надо проповедовать просто. Нет, уже проще, чем я нельзя. У меня есть проповеди, рассчитанные на таксиста, с которыми я еду пять минут попутчик в такси. У меня есть проповедь для попутчика в лифте до пятого этажа. Я работаю над проповедью для попутчика на второй этаж. Понимаешь? Но проще излагать Евангелие. Говорить с людьми попроще о Христе. Я считаю, этот концепт этой проповеди до второго этажа сформировал твой давний друг Алексей Песквич. Он просто так подносил руку к лицу и говорил, «Тебя любит Иисус». Как раз до второго этажа человек покается, понимаешь? Иных страхов спасает. Ну, может быть, это и лучший из вариантов, сравнение с замудренным, и забубенным вариантом изложения Евангелия. Понимаешь? Ну, такое встречаешь. Ну, ни в какие ворота. Гонятся за человеком там на этих перекрестках. Такую ахинею несут. Думаешь, они евангелизируют. Просто понимаешь? Услышьте меня. Вот просто умоляю, услышьте меня. Попроще говорите с людьми о Боге. Простым человеком. Говорите свою историю. Только покороче, пожалуйста. Не так долго, как он. Простенько, гнятненько. Бог спас меня. Я родился в семье алкоголиков. Пришел Христос и спас мою семью. Мою душу. Простил мне грехи. Понимаете? Ну, простые вещи, они цепляют. Люби Бога и люби ближнего. В этом весь закон и пророки. Понимаешь? А мы как над... Я страдаю. Страдаю я. Страшная проблема, что человек неправильными словами очень длинно говорит. Я живу на улице, да? Все знают мою историю. Меня уважают за хорошее отношение с соседями. Они хорошие, мы имеем отношение, да, все. Но они не каются. Они не бегут в церковь. Они не поют мои хиты, понимаешь? Они живут своей жизнью. И я понимаю, что как бы я не крутился, как бы я не вертелся на одной ноге, как бы я не старался им быть доступнее, есть тот, кто может позвать их. Я вот понимаю так. Я сделал все, что я мог, но зовет их Бог. Ну, я не говорю о том, что нам нужно просто... Я не о том, что вот все немедленно... Ты просто сказал, и все сразу же покаялись. Ты упростил до предела, и все сразу же покаялись. Но моя просьба. Я сейчас говорю к тебе, как тот, кто не вырос в христианской культуре, да? Потому что я прекрасно помню, когда меня пытались евангелизировать очень сложными фразами, оборотами, примерами. Вот я говорю, говорите с людьми попроще. Я здесь проще говорить на языке того, кому говоришь. Примеры, кричи. Мы с тобой только что... У нас был в студии один из братьев, который... Мы говорили, один из успехов его проповеди был, это что он говорил простым языком с людьми. Вот простым, нормальным, человеческим языком. Это все, что я хотел попросить. И я настаиваю на том, что Евангелие – самый великий хит в истории. Миллионы хитов появлялись и исчезали. А песню Божьей любви пели, поют и будут петь вечно. А это песня, которую ты подобрал? Вечно, понимаешь? Она просто хорошая песня. Ну, хорошая песня. И эта песня, в принципе, обо мне, надо ее жене подогонать, чтобы она мне напевала. Да, это хорошая идея. Моя уже это делает. Редактор субтитров А.Семкин